Спасибо, что кликнули на это видео. Меня зовут Гриша и мой влог посвящается дешевым путешествиям. В данный момент мы едем на Гавайи из Ванкувера, Канада, где я проживаю. И мы постараемся уложиться в одну тысячу долларов. Включая проживание, машина, еда, все что угодно. Давайте посмотрим, получится ли у меня, либо нет. Оставайтесь со мной. После Ванкувера чувствуется тепло, у меня в кофточке даже уже жарко. Такой очень маленький аэропорт. Не совсем понятно. Вот он Nissan. Мне должен был попасться Ford Focus. Look at this, oh my god. Shit. Ну вот, первый раз вышел на дорогу на Гавайях. Все так опрятно. Широкие дороги. Вот видите, в одну сторону здесь четыре полосы, в другую три. Вот наша первая остановка. О боже, я вижу огромного, просто огромного таракана. Вот знаете, как в американских фильмах. Давайте посмотрим поближе. Просто здоровый. Посмотрите, вот мой палец. Он невероятно большой. Вау. И вот, наконец-то, мы добрались до Волмаркета. И покупаем все необходимое для нашего трипа. Что же нужно взять, чтобы сэкономить побольше? Нанчики. Один доллар за полкилограмма. Готовые салаты в Волмаркете дорогие. Как видите, семь с половиной долларов. С этого я всегда беру яблочки. 3,75 за вот такой вот пакет. Пять с половиной за вот такие вот мандаринчики. Вот по зрению можно взять ветчину за 3,5 долларов плюс. И вот такой брусок сыра килограмм за 9. Собираем все вот с этим хлебом за 3,78. Конечно же, намажем крем-чиз на наш бутерброд. Эта комбинация поможет вам сделать ланч, либо снэк-таймс за меньше, чем за доллар. И также пиво меньше, чем за доллар. Вместо того, чтобы ходить в рестораны. Волмаркет до сих пор очень дешевый здесь. Так что сыра дешево, но сердито. И посмотрите на такой странный берег. То есть это у нас вулканические породы. Засохшая лава. Очень интересно, я такого еще не видел. Вот давайте посмотрим одну из главных достопримечательностей. Раскрашенная церковь. И среди какой вход? Никакого прайса. Просто делай дотацию и возьми какой-то браслет на память. Вот такая вот красота. Легкий дождик. Ах, как вы видите, могилы не совсем опрятные. Поскольку остров каменистый. И хоронить людей глубоко очень тяжело. Так что их хоронят практически на поверхности. Видите? Давайте посмотрим, что-то внутри. Такая вот интересная церковь. Вон пацаны трудятся снаружи. Стригут газон. И выход-то из церкви тоже невероятно красивый. Легкий дождик. Посмотрите, как цвета играют. Тоже вот еду. Обратите внимание, как люди торгуют между собой. Маленькие лавочки. И оставляют их без присмотра. Я вот таких лавочек уже проехал, ну, наверное, штук пять. Тоже посмотрите, какая красота. Вот взяли и раскрасили такую маленькую скалу. А также очень интересная особенность Гавайи, что здесь бегают вот такие петушки. Смотрите, ну тут уже второй петушок подстроился. Так вот бегают на свободе. И сейчас мы направляемся на одно из самых важных достопримечательностей. Смотрите, полтрак какой-то в лесу кто-то оставил. Опять же, посмотрите на эти маленькие пепетюшки. Но разве это не красота? Я думал, это будет маленький трехминутный подход к памятнику Кука или монументу. Вот смотрите, еще товарищи. Вот этот с рогами довольно опасный. Он, если на меня рогнет, мама не покажется. Посмотрите, уже пять. Цифра пять. Такой вот вид открывается. Сумасшедший. И вот он, цифра семь. Ну все, мы пришли, смотрите. А, слушайте, ну тут не так много на самом деле. Вон там вот что-то, какая-то маленькая могилка. Могилка и... Ну и вот, пожалуйста, near the spot Captain James Cook met his death. Здесь тоже интересный такой фрагмент камня, которая когда-то была лавой. Смотрите, вот прям вот так вот втекла она в океан, что еще и делать. И вот так вот интересно засохла. Ну все, мы покупались и попрощаемся с этим местом. Все-таки приятно соприкоснуться с историей. И вот с таких вот выступов люди обычно прыгают. Либо рыбачат. Он видится тоже ветряные электромельницы. А прыгать вниз понятно как, а вот как забираться обратно не совсем. Ну и конечно же, не забывайте про акул. Это самая южная точка острова. Открытый океан и акулы подплывают, как говорят местные рыбаки, прям близко к острову. И парку листов здесь. Рыбаки. Дорога очень сложная. Так что без фобой фоса никак не забраться. Ну что ж, поехали дальше. И вот он еще один пляж. Как видите, не сильно оборожен. Вот там вот туалеты обыкновенные, пластиковые, которые меняют. Здесь тоже очень много заброшенных построечек. Видите, на такой даже припарковался. И объясняется тем, что здесь была военная база. Ну вы видите, мусор. Очень много мусора. Извините за ветер и звук. Я хочу обратить ваше внимание, подписчики. Но посмотрите, сколько грязи, сколько мусора. И все это оставляется здесь не местными, а приплывает из океана, как я понимаю. Так как это все очень распределено разномерно по пляжу. Посмотрите опять, какие сильные волны. Тоже обратите внимание, высокие пальмы. И на них такие большие кокосы. То есть, если он упадет не на голову, мама не поздоровится. Посмотрите, дорогие подписчики, на кого я наткнулся. Я даже не знаю, кто это. Сначала подумал, петух, но смотрите на лицо. И вот мы наконец-то на Black Sand Beach. И действительно, посмотрите, он черный. С черным песком. Я вижу черепашку. Сейчас пойдем делать фотки. Вулканчик, действующий. Вот такие маленькие вулканы. Просто идет дым. И туда бросают монетку, чтобы вернуться либо на удачу. Вот это вроде как кратер. Который извергался в 1959 году последний раз. И там вы видите трейл. Там, возможно, я сейчас пойду. Прям, скажем так, диагональ вот этого кратера. И вот такая пещерка. Здесь она глубокая. Все капает. Скользко. Фонари. Ну так, вся лава туп. Обычная пещера с фонарями. Ну вот, наконец-то мы вышли на дно вот этого кратера. Посмотрите, какая красота. И вот такие вот камушки. Чтобы люди не заблудились. И вот видите, люди прям пересекают его посередине. Что сделаем и мы. И мы на самой середине кратера. И похоже все это на, знаете, бетонные блоки, которые сломали. И вот он, посмотрите. Еще раз вид сверху. Такая красота. Вот мы оттуда поднялись. Вы видите маленькие камушки, маленькая тропиночка. Такой вот здесь вот обрыв. Также посмотрите на дорогу, дорогие подписчики. Это все засохшая лава. Налево. Направо. Ну, с флаконическим парком мы полностью закончили. И солнце зайдет через часа полтора-два. Всем привет. Сегодня мы остаемся у настоящего гавайца. Которого я нашел через каучсерфинг. В двух словах, это веб-сайт, где ты находишься. Таких же людей, как ты. Вот, допустим, я живу в Ванкувере, Канада. Джафри, так зовут парня, который здесь живет. Живет в Гавайях. И идея сайта того, что он когда-нибудь приедет ко мне на неделю. Возможно, никогда. И в то же время я приеду на Гавайи. И он позволит мне у него остаться абсолютно бесплатно. То, что это отличная локация в Хило. Прям в самом центре. Такая красивая артистическая дверь. Давайте вам покажу, куда я попал. Я же пытаюсь путешествовать по дешевке. Поэтому я решил, что я буду платить 200 долларов за отель. Когда я могу заплатить 30 долларов за машину. И спать в ней, как я сделал в Новой Зеландии. Супер, отличный экспириенс. Также я нашел пару каучсерферов. Почему это интересно? Потому что ты можешь по-настоящему увидеть людей, как они живут. Вот видите, он любит копить. Видите, вот очень много всяких бинов. Высокие потолки, что очень интересно. То есть, видите, комната заполнена на 70%. Коридор. Вот там вот еще что-то вроде, я не знаю, лофта. Где можно хранить. Вот здесь вот первая комната. Видите, тоже очень много вещей. Также вот мы идем в Джеффри с комнатой. Вот здесь вот он живет и спит. У него также, видите, вот такие таракашки. Они значительно больше. Не знаю, передает ли камера. А затем мы... Видите, тут завтрак для таракашек. Так, мы заходим в китчен, да. Китчен. Вот здесь вот опять Джеффри с комнатой. То есть, это вторая дверь. Вот там вот душ принимать. Видите, там какие-то уже стоят бидончики. Вот здесь вот буду жить я. Вот видите, вот здесь вот такая лестница. Вот здесь такой тоже туалет. Ну вот мы забрались, да. Смотрите, вот здесь вот у нас холодильник. Он уже открытый. Я думаю, может быть, Джеффри приготовил пиво. Пиво для меня. Ну нет, открываем, и там, смотрите-ка, все очень-очень плохо. Все протухло. И все это прямо напротив кровати. Вон еще какие-то красивые картины. Почему-то в моем каучшерфинг-экспириенсе мне ни разу не приходились богатые, либо, знаете, успешные, супер-успешные люди, которые живут в огромных замках. Такие, братан, Гриша, приезжай, у меня тут трехкомнатная веранда для тебя с бассейном, джакузи и так далее. И вот, мои друзья, один-третий. Мы проснулись в доме Джеффри, который я вам показывал недавно. И будет дождливо сегодня, так что мы поедем изучать Пахуа. Сейчас я пытаюсь найти место, где я могу почистить зубы, типа Макдональдс или Волмарк, и отправлюсь в путешествие. Так, ну вот она у нас первая достопримечательность. Вот он, второй вид на этот водопад. Называется он Rainbow Waterfall. Вот он еще такой вот вид, наверное, самый интересный. Смотрите на вот эту корневую систему местных деревьев. Но она просто невероятная. Ветви и корни. Вот они, пещеры, к сожалению, закрыты. Но посмотрите на эти уникальные деревья. Напоминает мне фильм «Аватар». Посмотрите, дорогие подписчики, увидим радугу. Погода рассеивается, становится все лучше. Также хочу обратить ваше внимание на местные домики. Особенность здешнего строения, здесь абсолютно нету подвалов. Потому что лава очень дорого даже не копать получается, а сверлить сквозь вот этот камень. Вот он макет, куда мы едем. Вот, скажем так, отсюда мы и будем все наблюдать. И мы немножко застряли на вот этом пропускном пункте. Сюда только пускают на машинах, как я говорил, уже 4 на 4. Как минимум пол бака. И это должен провести здесь 30 минут, чтобы акклиматизироваться. И здесь вот маленький трейл, всего 20 минут. На верхушку. И он самый рекомендованный. И вот, дорогие подписчики, мы над облаками. Вон на дороге. Вот там вот пункт. Пропускной. И туда наверх мы едем на обсерваторию. Красота. Ну и вот, смотрите, мы поднимаемся на вот эту... Интересную гору. У меня всего четверть бака. И я прям боюсь, что мне не хватит. И вот они появляются. Смотрите, какие красивые, большие. Кто-то думает, что на Гавайях нету снега. И вот он, пожалуйста. И, как говорят, это самая высокая точка Гавайи. Ну и вот мы и подъехали. Слава богу, бензина нам хватило. Смотрите, какая красота. И мы решили взять еще один хайк. Второй мы сегодня. Посмотрите, какой ландскейп. Мы прямо сейчас в тучке находимся. И посмотрим. Отличный хайк. 14 километров. Вот моя ласточка. Посмотрите, какая красота. А ну-ка, подписчики, есть у нас тут биологи. Может, вы знаете, что это за цветочек. Иду по трейлу. И птички поют. Просто послушайте этот ремикс. Вау. Поэзия. Сюжет напоминает немножко фильм Могла. Ну все, дорогие подписчики. Это мой третий день. Пятый хайк. И этот я не рекомендую. Нет красивых видов. Не знаю, три часа. Как-то скучно. Доброе утро, дорогие подписчики. Это день 4. Мы сейчас возле Волмаркета сделаем все туалетные дела. И поедем в Пахао. Это план у нас был вчера. Но из-за дождя мы его немножко изменили. Так что давайте посмотрим. Домики. Вот знаете, они тоже так окружены заборами. Что в Кона, либо Хилла я не встречал. Видите? Keep out, not trespassing. Все в заборах. А вот еще я хочу вам показать, дорогие подписчики. Посмотрите, какой интересный дом справа. То есть у него прямо на территории гейзера. Видите, вот идет такой дым. Из некоторых точек. Посмотрите, какой спуск. Да? Каменистый. Очень опасно. Там резница в конце. Но зайти сюда достаточно тяжело. Придется убрать пиво из левой руки. И приготовить обе руки для такого спуска. Ну вот такой вот пляж. Очень красивый. Не такой каменистый. Черный песочек. Такая красивая отвесная скала позади. И вот там вот я сижу. Вот еще интересная особенность, да? Здесь вот океан. Вот здесь вот equipment, чтобы спасать людей. Но самого lifeguarda нету спасателя. То есть как бы DIU. Do it yourself. То есть если кто-то там утонет, я вот беру вот этот equipment и бегу его спасать сам. Слушайте, отличный пляж. Отличный заход. Черный песок. Вот опять проезжаем хило. И вот посмотрите, какие невероятные красивые деревья. Тут тоже пальмочки. И тоже сейчас вам покажу. Такое интересное ремесло. Вот работяги. Видите, вот один на дереве, если вы видите. Наверху срезают кокосы. Вот у них целая команда. Чтобы они не упали кому-то на голову. Если это случится, то вы можете засудить город. Эта слуга должна оказываться городом, чтобы граждане не страдали. Вот такой в туалет среди сколько котов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мяу-мяу. Ну и вот. Первый водопад. Очень красивый. Вход всего 5 долларов. На этом даже пока не вижу. Из-за кустиков. Но водопад внушительный. Дорогие друзья. Видите, у меня нос сегодня сгорел. Так, пляж мне нравился. Надо было раньше уходить, но что поделаешь. Сейчас нашел такой интересный сервис. Я ничего подобного не видел. Называется Cow Therapy. То есть терапия с коровой. Как это работает? Вы приходите, обнимаетесь с коровой, делаете, наверное, селфи. Но знаете, сколько они чаржат? 20 долларов за человека. Я просто офигел. 20 американских долларов, чтобы обнять корову. Здесь вон дикие бараны бегают везде. Я вот его обниму бесплатно. Очень интересно. Пришли на какой-то лесный фестиваль. Но погода не заладилась. Ветер. Все дует. И дождь все льет. Вот обратите внимание, можно также найти наших. Без каких-то кривых проблем. День пятый. Мы в парке. Делаем все туалетные дела. Зарядку. Упражнения. Медитации. Заметил еще, смотрите, бордюры. Здесь не квадратные, а такие гладкие. С одной стороны, хорошо. Когда паркуешься, диски от колес не поцарапаешь. Также можно легко на велосипеде заехать либо съехать с такого бордюра. Ну вот, мы взяли еще один трейл. Очень маленький. 4 километра с океана в конце. Смотрите, дикий баран. Вон еще один. Стоят такие на дороге. Рогастые, смотрите. Нашел один упавший плотный коконат. Ребят, он тяжелый. Килограмма 2,5. И обратите внимание, насколько высокие эти пальмы. Я бы сказал, что некоторые из них вот как 4-5 этажные здания. То есть, если вам на голову уронить 2 килограмма, ну, можно, конечно же, ну, скончаться на месте. То есть, действительно, очень опасно. И везде стоят знаки. Бюре оф коконат. А, вот смотрите, валяется. Слушайте, морской котик, или вот называют его Монгсил. То есть, какой-то морской котик, альбинолос, я не знаю. Сильно подходить к нему я не буду. Но, вот смотрите, вот он спит, такой здоровый. И смотрите, вот здесь у нас есть лайфгард, да, и как только они нашли какого-то животного интересного, редкого, они, видите, окружают его вот такими знаками, чтобы люди, субтитристы, как я, не прыгали на них, чтобы сделать селфи. И вот так же, видите, с растениями. Вот что-то они там посадили, новенькое, и вот окружили маленькими вот такими заборчиками. Вот обратите внимание, дорогие друзья, подписчики, вот это называется сноркинг. То есть, все, что тебе нужно, это маска, трубочка и ласты. Ну вот, мы возвращаемся к машине, и этот трейл, пляж, я точно рекомендую. А так как мы видели очень много животных, мы видели морского котика, горных козлов, интересных птичек, заход был в воду неплохой. Поэтому, да, вот этот пляж я рекомендую тоже вам положить в свой бакет-лист. Так, ну все, мы прибыли на пати. Помните вот эту рубашку с розовыми носочками, очень даже неплохо. Поможем немножко на кухне. Посмотрим на пати. Она будет, опять же, для трезвых людей. Так что я не знаю, как все это обернется. Посмотрим. Ну, видите, люди готовятся к Новому году. Шапки Санта-Клауса, вот видите, заворачивают. То есть здесь к этому относятся очень серьезно. И это было мое первое задание, разделить курицу от костей и кожи. И я справился. Обратите внимание, никогда не видел вот таких окон, жалюзи. Очень интересно. Другая интересная особенность Гавайи. Они не делают особо ресайкл. То есть они как-то пытаются, но на деле я это вообще не вижу. То есть на улицах и в городах нету, знаете, четырех разных бинов. Баночки, бутылочки, бумага. Так что вот так вот. Меня, как канадца, это, конечно, немножко так разочаровывает. И вот он, конечный продукт, что мы сделали. Курочка, очищенная от костей кожи, немножко соуса и вот такой свежий оранж. Вот так вот они разыгрывают подарки. И вот он, самый настоящий Дед Мороз. День шестой. Дорогие друзья, опять проснулся в Валмаркете, делал все свои дела. Дам вам еще один совет, как сэкономить денег на спортивных инвентарях, если вы не хотите их покупать. Ну и вот они есть. Есть розовенькие, желтенькие. Я, наверное, возьму черненькие. Они не такие уж и дорогие. Ну вот такая вот масочка. И теперь мы попытаемся вернуть наш сноркинг equipment. Good idea. I bought this snorking equipment a couple weeks ago, but it seems to be like de facto it's leaking or maybe my face too big. Yes. Ну все, мы все вернули, сэкономили 10 баксов бесплатный rent advice для вас. Не благодарите, не благодарите, просто поставьте лайк. Мы прибыли на Спенсер парк. А также смотрите, какие здесь большие лимоны. Они по размерам как апельсины. Это не апельсин, а мандарин просто для сравнения. Ну и яблоко такое обыкновенное. То есть это такой здоровый лимон. Сейчас попробую лимон такой здоровый и постараюсь не моргнуть. Ну вот такой вот парк. Ничего сверх особенного. И вот был наш первый сноркинг экспириенс, опыт. И, конечно, вода слишком мутная. Так что, ну, как-то я особо не поймал кайф. Всем привет. И сегодня вторая остановка. Это Амакахи историкал. Ну, все, что нужно знать об этом парке, что здесь вот такие вот стены, сделанные из камня. И вот такая вот избушка, что ли, красивая, спрятанная в деревьях. Давайте посмотрим, что там. Ну, вот такая вот не сильно хитрая конструкция. Возземная из бамбу какого-то хвороста кокосового. Может, вообще, по размерам маленькая, как русская банька. Здесь вот люди спали. Потом у них был выход, может быть, на огород. И вот этот выход у нас, получается, был на открытый океан, где они рыбачили. И вот мы подошли к концу парка и в конце видим вот такой лайтхаус. Определенно рекомендую этот парк. И вот такая красивая радуга. нас встречает. Красота! Как красив этот мир! Просто капец! Слушайте, ну, вот наш следующий путь, трейл. Посмотрите, какая красота! Скала, две пальмы, вот там сзади видна радуга. Сейчас мы пойдем на вот этот маленький трейл и увидим каково там. И в самом начале нас также проинструктировали, что нужно быть очень осторожным, что за последние два месяца только было девять спасательных операций на вертолетах. Так что нужно идти очень медленно. Вот, дорогие подписчики, мы уже наполовину пути вниз. И, как я уже говорил заранее, дорога очень опасная. То есть, если вот здесь вот упасть, ну все. Даже вертолет не понадобится. Сразу катафалку. Ну вот, мы уже внизу, вон океанчик, сейчас посмотрим, как здесь все выглядит. Опять же, недолгий хайк наверх возьмет чуть больше времени. Там у нас дикая коробка. Идеальное место для кемпинга, его здесь запрещают. Видимо, из-за цунами, возможного цунами. И вот он будет снизу. О, боже, красота. И с противоположной стороны океана, смотрите, что у нас здесь происходит. Такой маленький заливчик. Ну, просто красота. Также, дорогие подписчики, я вот нашел такой камень. Даже не знаю, что это такое. Подскажите, если среди моих подписчиков есть люди, занимающиеся археологией, либо, как говорится, знают немножко камняк, дайте мне знать, что это за минерал. Слушайте, дорогие друзья, но этот я рекомендую 100%. Если вы окажетесь, обязательно must go. Вид просто бомба. Обратите внимание, какой красочный маленький городок. Все в таких бурных красивых красках, граффити, вон какой-то художник сидит. Красота. Очень так радует глаз. Какая-то статуя, очень маленькая, но очень яркий. Заехал городок в городок Ваиме, в котором в основном живут зажиточные гавайцы. Цена здесь в местном супермаркете, ну просто капец, смотрите. Фляжка стоит 66 американских долларов. С ума сойти. Цена на суши примерно 8-10 долларов в зависимости от вида. Хлеба от 10 долларов. Арбузик 4 доллара за четверть. Вот такой вот такой сыр, смотрите, он совсем тоненький, 14 долларов. Это не самое дорогое, знаете, в среднем они вот так здесь стоят. Этот 6,50 не все. Ну-ка, давайте вот так возьмем. 10 долларов. Дороговато, дороговато. Ну, фрукты не так дорого. Наверное, они здесь их выращивают 4 доллара и 3 за 2 либерца. 2 либерца 1 килограмм. Доброе утро, дорогие подписчики, это день номер 7. Мы проснулись с петухами. Вот так вот мы спим. Раскладываем задние сидушки вперед, все боксы на одну сторону, спим на другой. Сегодня было немножко холодно, но ничего. Так что приедете сюда зимой обязательно привезите с собой курточку. И вот, дорогие друзья, наша первая остановка седьмого дня в Айпио. Боже, какая красота, ну просто вау, просто вау. И вот такая вот радуга со стороны. Ну, просто необыкновенно красиво. Дорогие друзья, напоминает мне это немножко по лулу, который мы делали вчера. Единственное, нельзя здесь спуститься к океану, но я определенно рекомендую сюда съездить. Никакого трейла здесь нет, всего лишь остановка, 5 минут спуститься к этому look-out point, так что мы точно ставим этому месту лайк. И вы, дорогие подписчики, не забывайте ставить лайк этому видео, чтобы помочь YouTube алгоритму показывать его как можно большему количеству людей. Вот он еще один пляж Хумба-юмба, лумба-лумба, я напишу внизу, я в названиях уже не силен, какие сложные названия гавайские, знаете, хотел помыться где-то, но вот здесь оккупаться не буду, посреди на эти величавые волны, они меня просто убьют. Ну все, мы помылись, отдельно в одежду и будем делать постирочные дела. Это мой второй раз и это стоит примерно 4 доллара постираться и посушиться. Забавно, что местные тоже часто не имеют дома стиралок и даже не имеют стиралок в доме, так что они приходят вот в такие пункты постираться. И вот такой вот вам совет, вместо того, чтобы покупать стиральный порошок, который они здесь продают за 75 центов плюс такси. Я просто кладу шампунь, работает точно так же. Вот видите, даже на ноги нечего надеть, все у меня грязное, так что стираемся. Я также хочу сказать, что это стоит не 5, а 7 долларов минимум. Ну вот и все, полчаса стирки, полчаса сушки, так же, как и дома. И конечно, хочу напомнить, что мой влог не только прекрасным, красивым, но и также, с какими трудностями мы встречаемся, когда ездим на машине, показываю вам грязное белье, либо какие-то грязные пляжи, то есть все, как оно есть, по-честному. Ну также давайте затронем тему безработицы, бездомности. Здесь конечно тоже это есть, но честно вам скажу, ничего такого прям сверх естественного я не вижу. Вот он центр. И тоже посмотрите, городская среда, вот идет пешеходный переход, тут сразу уже переходит то ли в парк, то ли что, здесь у нас, здесь нас ограничивают забором, и там дальше видите коряга. То есть тоже не совсем понятно, почему вот так вот они решили обустроить это все. И мы также нашли очень красивую церковь в городе хило. Такая розовенькая, пестрая, очень красивая. И обратите внимание, какой яркий город. Смотрите, фиолетовый, салатовый, либо цвет Тиффани, поправьте меня, если я не прав, и вон там розовая вот наша церковь, которую мы только что прошли. Дорогие друзья, седьмой день, мы уже объехали весь остров вокруг и насквозь. Раз мы здесь, грех будет не попробовать местную гавайскую пиццу. Так что поехали, давайте попробуем. Ну что ж, давайте возьмем гавайскую пиццу. Ну ни для кого не секрет, как она выглядит. Она была впервые изобретена самым панаполосом. Это у нас канадец, так же как и я, с греческим происхождением. И он очень увлекался китайской едой, сочетанием соленого со сладким. И как вы знаете, основные ингредиенты это ветчина, которая солененькая и ананас, который сладкий. В момент Гавайи была самым большим дистрибьютором ананасов и каждая банка с ананасом была подписана Гавайи. Именно поэтому он назвал ее гавайской пиццей. На самом деле она не была изобретена здесь и просто они использовали ананасы из Гавайи. Вот и вся история. есть я думаю на вкус она такая же как и везде ну что же давайте пробовать да такая же как и везде ананасы сочные алоха посмотрите ноги болтаются дорогие подписчики у нас начался восьмой день нашего трипа и сегодня у нас дождливо так что я думал первую половину дня я посерфую так как вода по-прежнему теплая вы знаете дорогие подписчики как я люблю большие деревья смотрите что я нашел а ну-ка давайте подойдем поближе внимание вот люди вы знаете выглядят такими маленькими по сравнению с этим гигантом еще одно величавое дерево такие вот висючки ветки как видите серфборда здесь можно взять за 30 долларов в день чем кататься нужно его сделать как говорится вакс все дорогие друзья мы сняли серф в рент всего за 21 доллар включая все мы только что его намазали намазали себя тоже борт намазали ваксом себя намазали противосолнечным кремом как говорится наш бакетлист дел номер 3 первый был сноркинг вторая гавайская пицца третья серфинг алоха спускаемся к пляжу я вчера посмотрел кучу видео как вообще элементарно серфовать внимание кто-то стоял коробку с апельсинками мандаринками извините урон вход там душ кладете свой серф вот здесь принимаете душ эти течения сильные купаться нельзя одна часть каменистая мне сказали держаться подальше и вот на левой части все серфают кстати едут какие-то прям уже авокадо или груши падают такие вот здесь фруктовые деревья ну что океан довольно спокойный для новичка вроде меня поехали слушайте дорогие друзья ну честно скажу очень тяжело у меня даже не получилось встать ни разу я два часа облюхкался смотрите дорогие друзья зашли в местную библиотеку и вот такая красота здесь какие-то формы искусства мне очень нравится открытое пространство посередине и такой внутренний двор все вокруг это библиотека зашел сюда для интернета если вам путешествовать в машине всегда можно заехать в старбакс макдональдс библиотеку местную и либо валмарт иногда даже паркуюсь прямо перед ними на ночь и смотрю телек если мне надо доброе утро дорогие подписчики это день номер девятый нашего путешествия сегодня проверим буквально пару пляжей не так далеко будем держать everything easy ну вот мы прибыли в этот парк погода сильно налаживается давайте посмотрим вот так вот это выглядит не так далеко от капитана кука мы постараемся зайти как можно дальше и будем делать сноркинг и искать черепашек ну что ж давайте найдем этих маленьких черепашек и у нас здесь по пути оказался исторический парк так что я решил посмотреть вход в парк на машине 20 долларов а если как человек пешком то 10 так что мы припарковались подальше здесь еще какой-то пляж который я решил посетить я даже попытаюсь пробраться в парк через пляж и вот его название поехали такие интересные очень длинные лодки гавайские так вот он выглядит много народу нету песка и вот там парк национальный исторический так себе пляж ничего особенного ставлю опять средний палец но он поможет нам контрабандой попасть в национальный исторический парк давайте посмотрим что из этого выйдет и вот такой маленький заборчик мы пересекли и вот мы в национальном историческом парке ну такие вот причуды я видел похожие домики уже на севере так что сверх особенного здесь ничего такого нет вот он второй домик видите там лодка то есть это что-то вроде гаража вот это наверное основной дом здесь тоже какие-то местные атрибуты барабаны кухонные принадлежности вот такой маленький уазис посреди поля песка с птичками выглядит симпатично и вот здесь что-то начинается уже более интересное я знаю это связано с новым годом ну немножко горных животных как и везде также можно посмотреть здесь какой-то фильм документальный исторический вот видите не соврал 20 долларов за машину и 10 долларов за человека ну вот девятый день проходит довольно хорошо такое красивое дерево идем по центру города Кона здесь такой красивый кораблик вот также мы видим Санта Клауса или Деда Мороза очень странно видеть для меня Деда Мороза либо Санта Клауса в таких тропических местах я всегда это ассоциировал с снегом сугробы смотрите какая красота вот Merry Christmas грубо говоря видите такой Дед Мороз топлес без футболки в каное рыбачит либо плывет интересно ну давайте вместе считать Дед Морозов раз вон там два спрятался и вон третий а нет Дед Мороз это какой-то ослик вот еще ясная достопримечательность и вон там первый раз я ел с Джафри которого я нашел через каучсерфинг самая обычная забегаловка даже не ресторан и хочу заметить что да довольно дорого нам это стоило 60 долларов включая все таксы типсы на двоих то есть я каждый взял по блюду плюс какой-то аппетизер и конечно же дринг да 60 долларов на двоих еда была между прочим так себе дорого значит вкусно курица курица была сухой добрый день дорогие друзья сегодня день десятый наш последний вечером вылетаем из Гавайях сегодня день очень простой я с утра съезжу на пляж бить 69 и затем буду буквально делать свои собирательные дела купить подарки избавиться от мусора приготовить машину так ну смотрите вот мы будем сейчас заниматься с мусором все мы делили кенцы от обычного трэша попытаемся избавиться от вот этих вот бэдбойз о конфетки ну вот видите я получил 3 доллара с чем-то неплохо куплю себе еще пиво ну вот мы прибыли на парк 69 это наш второй нудийский пляж за наше путешествие один был недалеко от Хило по-моему его название Кехола даже не знаю что сказать пляж совсем малюсенький ни одной голой попочки хитички я не вижу слушайте 167 169 я не рекомендую палец вниз этот во-первых дорогой 10 долларов за машину плюс 5 долларов за человек если вы не резидент А67 очень мало знаков тяжело туда пробраться я машину сильно поцарапал снизу и сбоку купил парочку сувениров для родственников советую вот этот магазин ROS dress for us супер дешевая цена и брендовые вещи ну что ж дорогие друзья это финальный 21 парк я улетаю через пару часов спасибо что были со мной все это время и ванкувере дома мы подведем уже финальный финансовый итог друзья я удачно вернулся в свой любимый родной город ванкувер мы тут присели и давайте поговорим о самом главном сколько же мы потратили денег на наше путешествие в Гавайях уложились ли мы в тысячу долларов и что ж поехали первое это конечно же наши билеты мне бы они обошлись в 242 доллара в оба конца как вы видите на шкале я купил билеты в самый низкий сезон иногда они доходят до трех с половиной тысяч долларов а мы заплатили всего 242 американских долларов а второе это машина как бы рентал и все что связанное с перемещением газ иншуранс все страховочки нам это обошлось всего в 382 доллара включая все как вы видите мы не брали отель мы спали в машине и мы сэкономили ну минимум 150-200 долларов в день ну вот местные сумасшедшие следующий раздел у нас попадет такая вещь как еда и на еду мы потратили 255 долларов хочу заметить что в большинстве случаев мы покупали все в алмаркете и почти не ели в ресторанах всего лишь наверное два раза ну и последний четвертый расход я их разделил очень просто на четыре чтобы вас не томить это остальные расходы и в это у нас вошло 282 доллара это включая пиво хождение в аут покупка сим-карты подарочки сувениры то есть все что не входит в билеты еду и рентал и в целом итог мои дорогие друзья за всю нашу поездку включая от и до включая каждый пенни типс и так далее мы потратили 1161 доллар то есть у нас не получилось заключить этот челлендж успешно но мог бы пить немножко меньше пива взять поездку на 8 дней вместо 10 этого достаточно было бы и возможно купить меньше сувениров но живем один раз как говорится и если вам понравилось это видео дорогие подписчики поставьте лайк если мы наберем тысячу лайков я сделаю похожую поездку на Аляску и постараюсь включить все в тысячу долларов Аляска холодная самый большой штат и самый северный по сравнению с Гавайями и ошибка здесь может стоить жизни так что ставьте лайк и увидимся скоро Алоха так что давайте посмотрим на Субтитры сделал DimaTorzok